Приветствую всех на своем канале. Автолюбители, прошу прощения, что сегодня видео не про Рено Сценник 3. Мой канал в какой-то степени дачный, давно увлекаюсь любительским садоводством я. И у многих есть дачи или у бабушек в деревне есть участок, поэтому, чтобы облегчить вам и им труд на земле, будет полезно посмотреть это видео и приобрести этот ручной культиватор, эту чудо-лопату. Кстати, он сейчас на акции в интернет-магазине 21 век, стоил он 56 белорусских рублей, а сейчас 33 рубля. Ну, в общем, нормальная цена. Я как-то его брал на пробу у соседки, попробовал и себе в итоге такой же купил. По сравнению с лопатой, им гораздо легче рыхлить землю, не надо наклоняться, тем более, что проблемы со спиной есть у меня и у многих. Поэтому этот инструмент вам облегчит обработку почвы. Им смогут пользоваться и женщины, и пожилые люди, и даже дети. Поэтому я не буду вас долго утомлять своими рассказами, а покажу, как он быстро собирается и продемонстрирую я его в работе. Вот здесь на коробке описаны все достоинства этого культиватора, что нет нагрузки на спину, обрабатывает почву любой плотности, рацию почвы производит. В общем, это не реклама, повторюсь, просто я уже насмотрелся роликов в интернете и захотел себе купить, потому что есть определенные проблемы со спиной. Ну, интересно, кто их выпускает. Сейчас я попробую найти. Инструкция по сборке с торцевой стороны находится. А вот кто изготовитель. И.П. Шуровко, Брянская область. В общем, Россия выпускает этот культиватор. Ну, молодец этот мужик, что он, конечно, придумал такой инструмент для облегчения жизни дачникам. Так, ну вот он в коробке здесь в разобранном виде есть. Собирается несложно, даже не буду акцентировать на этом внимание. Просто вставляете трубка в трубку. Тут из запчастей всего один-два я пчелся. Ну и третий этот руль, так сказать. И соединяете болтами с помощью таких вот самоконтрящихся гаек. Так, еще здесь есть три варианта высоты. Самая низкая будет, средняя и повыше. Я выберу самую максимальную, так как рост у меня метр девяносто, мне нужна высота побольше. Ну вот и все. Наш культиватор торнадика готов к работе. Ну, еще остановлюсь. Кто интересуется мужики швами, да. Насколько он прочен. В принципе, могу снять вот эти заглушки, посмотреть. Ну вот, так проварено. Вот где самые нагруженные места будут. Вот здесь такие, скажем так, обычные неусиленные сварные швы. Ну и не знаю, хватит, а хватит. Мне на год его два там, не знаю. То это небольшая цена за такую чудо-лопату. Ну вот, толщина трубки у рукоятки. Если там видно, не видно, не знаю, штангелем. Короче, два миллиметра. Нормально так, скажем. Для того, чтобы не бетон ворочать, а просто обрабатывать землю, я думаю, этой толщины вполне достаточно. Ну а теперь испытания в работе. Честно скажу, я уже немножко попробовал попользоваться соседским. Поэтому подсмотрел, как всегда, у соседа идею, решил купить себе. Просто погружаете его этими зубьями слегка в землю и совершаете поворот по часовой стрелке. Вот. И достаете, и он рыхлит землю. Здесь у меня коренья после дерева, поэтому немножко с усилием надо доставать. А так вот очень легко. Подойдет женщина, у кого нет мужей, и нужно обрабатывать огород. Подойдет мужчинам заболеваний спины, если болит спина. Даже дети, мальчики, если, например, захотят помочь родителям. Школьник любой справится с этой задачей. Вот, видите, здесь у меня рыхлая земля. Вообще, поднимает на раз-два. И не надо наклоняться, не надо гнуть спину. Ну, вот, если сорняки, правда, голыми руками не хочется просто, их уже остается достать из этой зарыхленной земли. Вот буквально за три минуты такой участочек земли, ну, пускай тут будет метра два с половиной на два, я обработал. То есть быстро, производительно и не тяжело. Сейчас я попробую на солене, на непаханой земле, давно заросшая травой. Вот, видите, как, ну, тут, скажу так, килограмм десять усилия на подъем надо применить. Достает, видите, целыми кусками. Ого, какие пласты видно, да? Если у вас давно не обрабатывался участок, то можно, кстати, тоже и вот, еще попробую. Ну, это уже работа больше для мужчин либо для сильных женщин, я скажу. Ну, остается только вот уже вытрясти этот пырей, эту многолетнюю траву, этот бурьян. В принципе, очень даже и неплохо. Поэтому, уважаемые садоводы и любители, владельцы дачных участков и просто любители поработать на земле, я рекомендую к покупке этот культиватор. И напомню, что это ни в коем случае не реклама, просто для того, чтобы облегчить тебе труд, жизнь, работу на садовом участке, вы, я думаю, не пожалеете, если купите этот культиватор торнадика. Всем до встречи и отличных урожаев на ваших сотках.